Белок самый демонический макронутриент. Считается, что он вызывает остеопороз, убивает почки, гниет в ЖКТ, отравляя организм токсинами и провоцирует рак. Считается, что высокобелковая диета вызывает остеопороз, потерю костной массы, аминокислоты белка. Это закисляет организм и заставляет его вымывать кальций из костей, чтобы нейтрализовать кислоту. Такая теория. Некоторые старые исследования показывают увеличение кальция в крови после белковой еды, но очень недолго. Долгосрочные исследования ничего похожего не показывают. Наоборот, белок оказался полезным для плотности костей, а низкобелковые диеты вредными, потому как кальций гораздо хуже всасывается через стенки кишечника. Белок улучшает плотность костей и косвенность через сохранение мышечной массы, а вместе с силовыми тренировками через ее увеличение. Хотя белок вызывает экскрецию кальция краткосрочно, никаких доказательств остеопороза из-за высокого количества белка нет. Наоборот, это является его профилактикой. А вот недостаток белка может вызвать остеопороз. Почки – фильтр организма. В общей сложности они фильтруют до 180 литров крови каждый день. Исследование 1983 года показало, что высокобелковая еда заставляет почки фильтровать больше крови в минуту. Поэтому было решено, что белок заставляет их работать на повышенных оборотах и может стать причиной почечной недостаточности. Но свежие исследования не нашли никакого вреда белка для почек. Алан Арагон пишет о недавно опубликованных исследованиях, которые показали, что диета с белком ниже 1,27 грамм на килограмм веса тела наоборот вредит почкам. Обзор учеными научной литературы по теме тоже показал, для ограничения белка у здоровых лиц нет оснований. Более того, снижение белка в питании никак не было связано с уменьшением развития хронической почечной недостаточности. Почечная недостаточность чаще всего появляется из-за повышенного кровяного давления и сахарного диабета. Достаточное потребление белка в этом случае вообще снижает риски. Большинство слухов о повреждении почек белком пришли из ранних исследований. Они изучали тех, кто уже имел почечную недостаточность. Был сделан также вывод о врезе белка и для здоровых людей, хотя этому нет никаких подтверждений. Высокобелковая диета может быть вредна только для страдающих почечной недостаточностью людей. Большое количество белка может ускорить повреждение почек у людей, которые уже имеют проблемы и совершенно не ломают почки здоровым людям. Это один из главных аргументов против мяса вегетарианцев, веганов, сыроедов, фрукторианцев и просто тревожно настроенных людей. И хотя пищевые, религиозные убеждения могут быть любыми, полезно знать, что происходит в организме на самом деле. Мы съедаем кусок мяса. В желудке он измельчается и обрабатывается желудочным соком, превращаясь в кашицу. Дальше она попадает в тонкий кишечник. Здесь большая часть съеденного белка под действием ферментов распотается на отдельные аминокислоты, как и любой другой белок. Через стенки кишечника они всасываются в кровоток и используются организмом для строительства своих белков. Оставшийся пищевой комок с недопереваренным белком от 2 до 10% от съеденного идет в толстый кишечник. В толстом кишечнике живет микрофлора, которая делает для человека много полезных вещей. Для роста и размножения ей нужны аминокислоты. Микроорганизмы хоть и живут внутри человека, но это отдельные пассажиры. Так что для переработки белка у них есть свои собственные ферменты, которые совершенно не похожи на ферменты ЖКТ человека. Этими ферментами перерабатывается белок и в процессе образуются разные токсичные и нетоксичные продукты, его распада. Эта обработка белка бактериями называется гниением белка. Хотя можно назвать и анаэробной ферментацией. В любом случае это не кусок непереваренного стейка, лежит в кишечнике и гниет. Организм человека умеет обезвреживать эти токсичные соединения. По кровотоку из кишечника они идут в печень. Там с помощью разных химических реакций они превращаются в токсичные и выводятся с нашей мочой. Что касается исследований, то в одном из них сравнивали разное количество белка в питании и уровень его токсичности. Результаты не показали никакого отравления организма, даже в группе с высоким употреблением белка. Другие исследования показывают, что вопрос недостаточно изучен, чтобы говорить о связи гниения белка и отравления нашего организма. Третьи были проведены в пробирке или на животных. И на человека результаты перенести не удалось. Хотя известны случаи с излечением от разных болезней, голоданием, сыроедением и отказом от мяса, нужны проведенные по всем правилам контролируемые исследования для доказательства прямой связи одного с другим. Сегодня это все еще остается на уровне личного опыта. Кому-то помогло, кому-то нет. К сожалению, науке пока известно далеко не все. Но на сегодняшний день она не подтверждает теорию отравления организма от гниения белка. Так что пока можно успокаивать себя тем, что человеку нужен белок. И поэтому организм умеет обезвреживать токсичные вещества, которые остаются после переработки аминокислот бактериями. Гниение – естественный процесс пищеварения. Его невозможно избежать. Если человек питается правильной здоровой едой, ест достаточно белка в пределах нормы, не имеет проблем с печенью и кишечником, воспалений, непроходимости, беспокоиться не стоит. В остальных случаях перед отказом от белков стоит сходить к врачу. Не так давно Международное агентство по изучению рака официально признало употребление красного мяса одним из факторов заболевания раком кишечника. Оно вошло в группу канцерогенов категории 2А. Это означает, с большой вероятностью канцерогенные для человека. А – переработанное мясо. Группе 1 наравне с асбестом, табаком и этаноловым спиртом. Много обзорных исследований связывает красное мясо с повышенным риском развития рака. Но есть исследования, которые показывают, что вредно не само красное мясо, а соединение, которое образуется при нагреве мяса до высокой температуры. Так, основным фактором риска может быть не само мясо, а способ его приготовления. Решение о зачислении красного мяса в список канцерогенов было принято на основе популярных исследований. Но они показывают только корреляцию связь двух переменных между собой. Люди, которые едят больше красного мяса, чаще страдают от рака. Эти исследования не показывают причинно-следственную связь и не могут доказать, что красное мясо вызывает рак. Одна из больших проблем популяционных исследований – результаты страдают от разных искажающих факторов. Например, люди, которые едят переработанное мясо, заодно меньше заботятся о своем здоровье, чаще курят и пьют, едят больше сахара и меньше овощей, не занимаются спортом и проводят свои вечера с чипсами и телевизором. Слишком много переменных, которые могут повлиять на результат. Еще одна проблема с этих исследований – они, как правило, строятся на основе опросных листов. То есть люди сами описывают свою еду по памяти. Это всегда плохая идея – принимать решения на основе одних, только наблюдательных исследований. Есть много случаев в истории, когда полноценные рандоминизированные и контролируемые испытания в конечном итоге показывали прямо противоположный результат. Паниковать по поводу красного мяса рано. Пережаренное мясо с корочкой может быть фактором риска. Переработанное мясо тоже, но не само мясо как класс. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok